Я всех приветствую на своем канале Астролог Света. Это прогноз для знака зодиака Водолей на август 24 года. Прежде чем перейти к прогнозу, я хочу вас пригласить на свои обучающие курсы по астрологии, которые стартуют в сентябре месяце. 11 сентября стартует курс Астрология с нуля. Если у вас вообще нет знаний астрологии, вам подойдет этот курс. Это самая главная база, это основа, после которой вы уже можете обучаться. И прогностики, и совместимости, и харарам, и всему. Курс стартует 11 сентября. Под этим видео есть ссылочка на мой сайт, где есть вся подробная информация. Самые вкусненькие цены до конца июля. Обязательно ознакомьтесь тоже с этой информацией. И 8 сентября стартует курс прогностики. Прогностика это уже сливочки такие в астрологии. Процентов 70-80 клиентов приходят именно по прогностике. Это один, ну у меня по крайней мере, это один из самых востребованных направлений в астрологии. Поэтому если у вас есть уже база, основы, я вас всех жду. Это то, что расширит количество ваших клиентов и консультаций. Также под этим видео есть ссылочка на сайт, там есть вся информация. И погнали к прогнозу для водолейчиков. Первое событие это 4 августа новолуния в вашем седьмом доме. Новолуния это всегда начало. Это начало какого-то совершенно, ну вот чего-то нового. И седьмой дом это про отношения. И здесь у вас может быть начало каких-то совершенно новых отношений. И причем здесь есть такой слабенький, но хороший аспект на пятый дом. Вообще это новолуния очень классная для того, чтобы у вас вокруг, первое, это может быть связано именно с влюбленностями. Да, у вас могут появиться там ухажеры, партнеры, кто-то может, знаете как, с одной стороны это про любовные взаимоотношения, то, что у вас романтик какой-то может начаться. С другой стороны это про вообще партнерские отношения, про бизнес отношения. И это очень классная новолуния для того, чтобы вокруг вас появлялось намного больше бизнес-партнеров, больше договоренностей, больше каких-то контрактов. Очень вкусненькая, смачная, классная новолуния для партнерских отношений. 5 августа Венера переходит в ваш восьмой дом, пробудет там до конца месяца. И это очень крутой показатель вообще для получения инвестиций, для получения наследства, кредита, может быть, алименты, проценты какие-то. Восьмой дом, он отвечает за финансы, за финансовые накопления, но не те, которые вы с утра до ночи работали и заработали, а те накопления, которые вот как инвестиционные, вы куда-то вложили, потом взяли. Или может быть это госсубсидии, госконтракты, какие-то не ваши деньги, наследство может быть это. И это прям классное время для того, чтобы получать финансы, для денежек это очень хороший период. И в этот же день, 5 августа, Меркурий входит в ретроградное движение, и вот именно в восьмом доме в ретрограде он пробудет до 15 августа. И вот этот период, вот эти 10 дней, с 5 по 15, я вам рекомендую, первое, если у вас есть какие-то задолженности, долговые обязательства, вам должны, вы должны, какие-то расчеты, может быть нужно заплатить налоги за что-то. И я вам рекомендую в это время вернуться к тем вот зависшим ситуациям, которые у вас были связаны с финансами. Может быть у вас там просроченные кредитные обязательства оплатить, или просроченные налоги оплатите. И вообще это период, когда вы можете возвращаться к тем финансам, которые, знаете, как, может быть вам кто-то должен, и вы в этот период вернетесь в эту ситуацию для того, чтобы вам отдали. Возвращайтесь в финансовые ситуации в этот период, которые ранее были созданы. 14 августа Марс делает соединение с Юпитером в вашем пятом доме. Бомба космос соединения вообще. Причем, знаете как, с числа 12 по 16 августа очень хорошо будет слышен этот аспект. Первое, если, например, у вас есть детки, это прям классное время для того, чтобы проводить с детками время, куда-то ездить, заниматься активным отдыхом, чему-то обучаться, может быть, разговаривать. Очень классный период для того, чтобы провести его с детками. Второе, этот дом у нас отвечает за романтику и любовные отношения. Для кого-то это может быть, что может быть, знаете, как много предложений, и тут на свидание зовут, и там на свидание зовут, и прям не знаю, в какую сторону вообще разорваться. Также это может быть про бизнес. Если вы ведете бизнес или, может быть, творчеством каким-то занимаетесь, это классные дни для того, чтобы, знаете, вот как прорыв какой-то был. Или вот масштаба какого-то достигнуть в своем творчестве, в своем бизнесе. Очень классные дни для того, чтобы планировать вот все, что связано с каким-то прорывом, или, может быть, выступать перед большой аудиторией. 15 августа Меркурий ретроградный переходит в ваш седьмой дом, пробудет там до конца месяца. И начиная с 15 августа начинается период, когда классно вернуться в тему партнерских отношений и что-то там решить. То есть я не рекомендую начинать новые партнерские отношения в этот период. Скорее всего, там что-то может пойти не так, но вернуться в старые отношения, причем, кстати, знаете, что хочу сказать, в этот период реально могут возвращаться бывшие, бывшие партнеры, бывшие любовники, любовницы. Вот бывшие любые партнеры могут возвращаться, но они возвращаются не для того, чтобы остаться с вами на долгое время. Это, знаете, как может быть вспышка такая из-за того, что Меркурий ретроградит, но, как правило, это ненадолго. Ретроградный Меркурий, он не дает долгосрочных ситуаций. Но это классное время для того, чтобы именно навести порядок в договоренностях, в документах, в контрактах. То есть поднимите вот все, которые у вас были, контракты наведите там порядок. Может быть у вас какие-то были обязательства перед партнером, выполните эти обязательства. 19 августа полнолуния, причем полнолуния вообще такое интересное будет. У вас будет для вас очень значимая полнолуния, оно будет проходить в вашем первом доме. И полнолуния это всегда решение какой-то ситуации. И первый дом, на самом деле, он может коснуться очень многих сфер. И первое, полнолуния коснется вас лично. Завершится или решится какая-то ситуация, связанная с вами лично. Причем, знаете как, она может быть связана с домом, с домашними. Может быть это будет для кого-то резкий переезд или уезд. Или наконец-таки определитесь, где вы хотите жить. Вообще полнолуния сложная в том, что можете с кем-то поругаться с домашними. Тут такая очень идет, знаете, напряженная энергия. И будьте более аккуратны с домашними в это полнолуния. Полнолуния хорошо работает плюс-минус 3 дня от точного полнолуния. От точной точки полнолуния, от 19 августа. И в этот же день Венера делает оппозицию на Сатурн, 8-12 дома. Я могу предполагать, что у вас может завершаться какая-то ситуация, связанная с финансами. С финансами или с долговыми обязательствами, или с кредитными обязательствами. Или вам кто-то должен, или вы кому-то должны. Но могу сказать, что договориться на это полнолуние будет очень сложно. То есть осознанно в этот период не начинайте никаких ситуаций, связанных с финансами. Потому что потом в дальнейшем будет сложно их решить. Какое-то будет перетягивание одеяла. Где-то там могут быть потери. Но решиться ситуация может именно связанная с домом, с поездками, лично с вами. Какое-то завершение или решение ситуации. С 20 августа аспект, вы знаете, такой интересный. Причем он долгоиграющий. Вот 20 августа какая-то ситуация может начаться, которая продлится до 15 июня 25 года. То есть это какая-то долгоиграющая ситуация. Но причем могу сказать, это не значит, что в нее не нужно идти. Юпитер делает квадратно Сатурн, второй, пятый до мая. Могу так сказать. У вас в эти дни может начаться какая-то ситуация, связанная или с детьми, или с бизнесом, или с творчеством, или с какими-то проектами, и с финансами. Как будто бы может не дохватать на какие-то бизнес-проекты, на детей, на творчество. С обучением это также может быть связано. Но это не значит, что этим не нужно заниматься. Здесь мне просто хочется сказать, что путь будет через тернии к звездам. Вот все ситуации, которые вы начнете с этим связанные, они не будут легкими. Но это не значит, что нужно бросить. Здесь вам нужно, знаете как, квадратура это тот аспект, который, знаете как, здесь мне нужно приложить еще больше усилия. У меня не получится там просто так. Мне нужно будет очень много усилий к этому приложить. Но зато потом я соберу очень хорошие плоды. Поэтому я вам рекомендую все ситуации, которые вот по этой энергии будут начинаться, обязательно их делать. Они будут непростыми, но через них вы сможете вырасти и прийти к чему-то. 22 августа солнышко попадает в 8 дом, пробудет там до конца месяца. И солнышко здесь подтверждает еще больше то, что с 22 числа тема станет более актуально связанная с кредитами, получением наследства, получением прибыли, получением алиментов, процентов каких-то. Вот все, что связано. Может быть госконтракт вы хотели взять или какую-то госсубсидию. И очень классно, начиная с 22 числа вы еще больше в этих темах будете проявлять активность. Также начинается период, знаете, 8 дом, он также у нас про психику, про трансформацию психики. Это классный период для того, чтобы обратиться к психологу, поработать со своей психикой, поработать со своим подсознанием, травмами детства. Также 8 дом у нас отвечает в принципе за трансформацию. И это может быть трансформация как на физическом, так и на духовном уровне. У каждого это про что-то свое. И 29 августа Меркурий выходит с ретроградного движения в вашем 7 доме. С 29 августа уже более благоприятно начинать все, что связано с партнерством. Причем, знаете как, не то, что более благоприятно, неправильно сказала. Вот 29 августа Меркурий выйдет с ретроградного движения. И как бы считается, что вот Меркурий вышел с ретроградного движения и все. И мы можем сразу начинать совершать действия по Меркурию. На самом деле Меркурию еще нужно где-то недельку для того, чтобы восстановить свою скорость. И уже все ситуации, они будут более легко решаться. И причем у вас он перестанет ретроградить в вашем 7 доме, в доме партнерства. И конкретно с 29 августа я бы не стала бы начинать все, что связано с партнерскими отношениями. Там новые договора, новые партнерские отношения, новые заключения каких-то договоренностей. С 29 августа вы ждите недельку и спокойно стартуйте. Водолейчики дорогие, и это был прогноз для вас на август месяц. Я вас целую, обнимаю. Обязательно подписывайтесь на мои аккаунты Астролог Света под этим видео, есть ссылочки. И будьте всегда в курсе всех астрологических событий.